Карачаево-Черкесский исламский институт имени имама Абуханиф, один из самых старейших вузов на Северном Кавказе, образован в 1993 году и является негосударственным учреждением профессионального образования России. Подготовку и переподготовку квалифицированных кадров мусульманского духовенства и служителей мечетей, историков ислама и исламоведов-правоведов проводят здесь. Как начался учебный год в вузе в репортаже Алладинаевой. Сегодня в стенах Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абуханифа особая праздничная атмосфера. В торжественной обстановке первокурсникам вручили студенческие билеты и зачетные книжки. Желающих получить исламское образование стало в разы больше. Когда я приехал, здесь количество студентов меньше 30 было во всем институте. В прошлом году мы приняли 40 человек. В этом году где-то 43 человека. Это уже два курса 80. Из них бывает, в прошлом году были, кого отчислили, которые не посещал, потому что у нас строго. Обучающихся больше, и поэтому занятия для первокурсников сейчас проводят в просторном и недавно отремонтированном актовом зале. Еще в январе это помещение выглядело вот так. А теперь здесь уютно и светло. Занятие сопровождает строительный шум. На сегодняшний день завершили ремонт во многих классах, библиотеке, столовой и не только. Масштабные работы ведутся и снаружи здания. Это отделка и замена кровли. Ее не планировали менять, но в один из ветреных дней крыша здания чуть не улетела и пришлось начать работу, рассказывает Мухаммад Хаджи Бачаев. В основном глобально, можно сказать, у нас крыша идет и внешняя отделка полностью, пока холода не наступили. Хотим, очень хотели бы, чтобы нам в этом оказали поддержку, наше население. Я очень благодарен тем, которые до сих пор помогают, не оглашая, кто они сами. И мы им говорим, если хотим, мы будем это оглашать, они категорически не хотят. Но, тем не менее, дай Аллах им здоровья, счастья, как в этом мире, на том свете. Кроме стен, заменили буквально все. Электропроводку, водопровод, окна, двери, рассказывает ректор вуза. Он и прораб, и строитель, и снабженец. И все это делается благодаря жителям республики. А буквально вчера один человек приобрел батареи, чтобы заменить систему отопления института. Старые чугунные пришли в негодность, говорит ректор вуза. У нас своего бюджета нет, нет планированных таких средств, которые мы можем раскидывать, растягивать и так далее. Все приходится делать самим, вплоть до зарплат. Сейчас, в данный момент, даже зарплата у нас, персонал состоит из 22 человек. У всех есть семьи, всем нужна зарплата. Без зарплаты никого не сможешь здесь заставить работать. Продолжаются здесь и внутренние отделочные работы. Выпускать грамотных имамов и богословов в задачи Исламского института. А создать комфортные условия для их обучения и проживания очень важно. Почему? Потому что это наше лицо. Ислам любит чистоту. Мусульманин, который учится в таких вузах, он должен ощущать себя комфортно. Условия должны быть. У нас всех есть дети. Мы сюда берем чужих детей. Они становятся тут как наши дети, родные. Точно так же не относимся, как своим родным. И каждый шаг стараемся наблюдать, чтобы ничего неправильного не было. Но по воле Аллаха, думаю, и поддержке нашего населения, думаю, мы будем идти вперед. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.